Вой сирену Третья горбольница сегодня мог насторожить разве что случайного прохожего. Пациенты и медперсонала проведения учений знали заранее, поэтому не в широких коридорах лечебницы было как никогда просторно. Увидеть можно было разве что тех, кто задействован в тренировке. Пожарная тревога. Семь немедленно покинут здание, используя эвакуационные выходы. На момент учений в больнице находилось 230 человек. Массовой эвакуации не было, покой лежачих пациентов не нарушали. Сама работа руководителей звеньев, руководителей отделений сегодня была руководством города оценена как положительное. Все отработали, все к этому, можно сказать, готовились. Если потребуется эвакуировать пациентов из реанимационного отделения, в больнице есть лифт, есть отдельный эвакуационный выход именно из реанимационного отделения. Есть силы и средства для того, чтобы этих пациентов на носилочных каталках вывезти из помещения. В учениях по ликвидации последствий аварии техногенного характера, как правило, произошедших в результате землетрясения, задействованы все силы и средства города. Начиная от спасателей до сотрудников коммунальных служб. 36 единиц техники, приблизительно 89-90 человек личного состава. Кроме того, мы задействовали здесь помощь дорожных служб. Казалось бы, где дорожные службы и ликвидация последствий. Однако, есть очень хорошая машина, которая при отсутствии воды снабжения у пожарных может подключаться к этой бочке. В России подготовлен личный состав и самой больницы, и наши РСЧС получили практику дальнейших действий. Такие тренировки в учебных заведениях, больницах и других социально значимых организациях проводятся регулярно. Так отрабатываются вопросы взаимодействия населения и сотрудников в случае возникновения ЧС. Следующие учения запланированы на 16 марта. Они пройдут в 27-й школе в Адлере. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.